Всех рада приветствовать на своем канале. У меня опять выходные, я опять одна дома. Буду сегодня отдыхать, и у меня готовка, как обычно, уборка. Вроде бы, слава богу, подлечилась. Очень долгое у меня было лечение. Вообще, горло никак не хотело проходить. Хочу показать одно средство, которое подходит для плоскания горла, идеально справляется со своей задачей. Это не реклама, просто, может быть, кому-то будет полезно. И кто-то тоже купит себе такое средство, и оно ему, может быть, тоже очень поможет, как мне. Вот такое средство, оно стоит от 50 до 100 рублей. Здесь, по-моему, только ромашка, календула и тысячелестник. Извиняюсь за шум, у меня тут стиралка стирает. Вот. И очень классно помогает для горла, особенно при каком-нибудь тензилите, какой-то сильной ангине. В общем, на стакан воды одну чайную ложку и полосишь горло. Раз уже зашла речь про покупки, вот такую пасту купили корейскую. Уже не первый раз, уже, наверное, раз третий или четвертый. Очень нравится. С солью тоже хорошо снимает налет. И ощущения такие классные после того, как почистишь ей зубы. И пробовала вот такую влажную туалетную бумагу, купила. Самую обычную попробовать. Мне, честно говоря, как-то она не зашла. Не очень мне понравилась. Больше, наверное, я эту покупку не повторю. Может быть, просто нужно привыкнуть к этому. Но я не привыкла. Вот целая упаковка, наверное, буду использовать её как салфетки. Приступаю к уборке. Давно у меня не было видео с мотивацией на уборку на канале. Но вы не думайте, я убиралась. Просто не снимала видео, потому что, чтобы сделать видео, надо особое настроение иметь, силы, много времени. Потому что, когда ты снимаешь какие-то свои действия, то по времени времени уходит больше на это действие. Неважно, уборка это или готовка. В общем, всё не так просто, как кажется на самом деле. Хотя многие думают, что снять видео — это такая фигня, это так легко. Блогеры зарабатывают миллионы, ничего не делая. На самом деле это не так. Когда погружаешься в какой-то процесс, понимаешь, что тут очень много нюансов, и всё не так просто, как кажется на первый взгляд. В этот раз мы были в ленте, и мне показалось, что каких-то таких средств для уборки стало гораздо меньше. И попался мне Сив. Я не очень его люблю, хотя знаю, что многие хвалят, многим нравится, но мне почему-то он не зашёл. И пришлось купить, потому что другого ничего, в принципе, не было. У меня закончилось средство для хрома Санита. Я его не нашла в ленте. Я не знаю, может быть, оно в других магазинах продаётся. Но в ленте его не было. Пришлось взять Сив для известкового вот этого налёта. И, вы знаете, мне оно понравилось. У него такой приятный аромат. Туда входит состав лимонная, по-моему, кислота. И вся ванна ещё очень долго пахла вот этим приятным ароматом. А вот второе универсальное средство Сив мне понравилось меньше. От него очень сильно пахло хлоркой. Я не люблю вот такие резкие ароматы. И вот сейчас у меня в руках как раз то средство, которое мне понравилось. Конечно, оно не совсем для хрома, но, в принципе, моет хорошо. Разводов минимум. И этим же средством я помыла плитку здесь в ванной. И, вы знаете, плитка у меня была, оказывается, такая немного желтоватая от мыльного. От мыльных отложений, так скажем. Но сейчас после этого средства она приобрела такой изначальный, первоначальный вид. И это средство я точно рекомендую вам к покупке. Из новостей вроде бы ничего нового. Всё по-старому. Как-то живёшь дом-работа-работа-дом. За продуктами уже практически из дома не выхожу. Всё заказываю домой. Либо в Кусвилл, либо перекрёсток, либо самокат. Всё очень удобно, очень быстро. Стараюсь сделать небольшие запасы, потому что впереди отпуск и всё-таки после отпуска хочется приехать и чтобы у тебя дома были какие-то запасы, из чего можно было бы приготовить еду. В прошлом году мы сделали ошибку. По приезду у нас не было ни мяса, ничего. И сломя голову нужно было бежать по магазинам. В этом году такой ошибки допустить не хочется. И хочется, чтобы всё-таки дома были какие-то запасы. Вот так стало чистенько. Осталось дождаться, когда бельё постирается, коврик струкнуть, всё помыть, пропылесосить. И, в принципе, ванна чистенькая. Пока масло топится, покажу ингредиенты, которые мне нужны для лазанни. Я уже натерла моцареллу. Натерла обычный твёрдый сыр. Вот такие листы для лазанни пригодятся. Покупала я их давно. Здесь 20 листов. Я, наверное, уже четвёртый раз делаю лазанью из этой пачки. И пригодится ещё фарш. Фарш у меня тоже готов, но я приготовила с запасом. Всё, что останется, я буду замораживать и в какое-то следующее блюдо добавлю. Здесь у меня фарш с луком, сельдереем и томатной пастой. Ничего необычного. Так, готовлю соус бешамель. Для этого мне 60 грамм сливочного масла. Надо растопить на огне. У меня здесь буду добавлять какую-то приправу к нору. В принципе, она для картошки, но я её везде добавляю. Нужен будет ещё маскатный орех. Вот маскатный орех. Ну и какие-либо специи. Я думаю, положу немножко сухого чеснока. И кориандра. Насколько венчик. А мука. Молоко, чтобы не было комочков, нужно желательно нагреть. Но я уже давно достала его из холодильника. Поэтому оно, в принципе, уже немного согрелось. Сейчас масло растопится. Буду добавлять сюда муку. Муком. Его убавляю немного. И добавляю одну ложку. И вот так вот. Часть небольшую. И обязательно это всё дело размешиваю, чтобы не было комочков. Для этого и нужен венчик. Обжариваем муку. Обжариваем муку. Но постоянно мешает. Вот так вот. Специи добавлю такие. Совсем чуть-чуть. Кориандр. Соли. Попомутать. Добавлять ещё по вкусу. И перец. Всё. И готовим это всё до загустения. Периодически помешивая. Вот видите, соус начинает густеть. Сейчас ещё немного проварю его. И я думаю, этого будет достаточно. Потому что когда он остынет, он ещё больше загустеет. Сейчас добавляю немножко башенель. Затем берём первый лист лазаньи. И покрываем его фаршем. Но здесь, на самом главное, важно не полностью покрыть лист фаршем. А больше важно покрыть его соусом. Нужно, чтобы все листы лазаньи были в соусе. Иначе, когда мы уберём это всё в духовку, лазаньи может не приготовиться где-то. И остаться сухой. Поэтому соус нужно делать не такой густой, а немного, чтобы он был всё-таки жидким. Чтобы его было проще наносить на фарш. Лазаньи получаются очень вкусные. Мне кажется, таким блюдом можно смело удивить своих гостей. Я думаю, что много кто не пробовал такое блюдо. И ничего общего с макаронами, наверное, с фаршем это блюдо точно не имеет. Готовится оно очень просто. Здесь, наверное, самое долгое это прокрутить фарш и сварить соус бешамель без комочков. Вообще, в классическом, по-моему, рецепте должно быть 5 слоёв. Но у меня их всего 3. Мне кажется, 3 это вполне достаточно. На последний лист лазаньи выкладываю фарш. Всё по классике. Сверху соус бешамель. И много-много сыра сверху на это всё. И убираю в духовку лазанью буквально на 20-30 минут, чтобы появилась сырная корочка и листы лазаньи приготовились. У меня тут в прихожей накопилось вот такое количество пустых баночек. Сейчас про самые интересные вам расскажу. Вот, например, такой ополаскиватель Clean and Fresh. Очень дешёвый, написано, сделано в Европе. Надолго хватает вот этих 500 миллилитров. И мне он очень понравился. Никакого запаха, никаких разводов. Отличный результат. Вот такое мыло. Покупали в Росмане в Алане в прошлом году. Очень приятный аромат. Мягкие ручки после него. Так что, кто будет в Турции или, может быть, на Вайлберсе увидите, заказывайте, не пожалеете. Так. Тут ещё больше половины пузырька. Крем Cosmia. В Ашане, по-моему, покупала. Не очень клёвый крем. Мне кажется, он немножко жирный. Так. И аромат какой-то очень сильный. Кокосовый, химический. Мне понравилось. Вот такое молочко у Камы. Очень классное. Мне понравилось. Нежная кожа такая, бархатистая после него. Я бы эту покупку точно повторила. Крем-гель для загара. Флоресан. Мне нравится. Ну, просто у него уже срок годности вышел. Мы так им до конца не воспользовались. Ну, там буквально чуть-чуть осталось. В Золотом яблоке вот такой гель покупали для душа. С авокадо. Мне очень понравился. Тоже приятный, ненавязчивый аромат. Российская фирма делает. Написано 98 натуральных ингредиентов. Ну, прикольный. Обычный такой гель. Хорошо смывается. Хорошо мылится. И самое главное, аромат. Вот такая фирма. Это шампунь для волос с органовым маслом. Очень клёвая. Мне понравилась. Турецкая. По-моему, в Ленте ещё иногда продают такой шампунь. Обязательно, кто, увы, увидит, берите. У меня пушистые волосы. И после этого шампуня они совсем не пушатся. Вот такой вот тоже шампунь. Тоже турецкий биобласт. С чесноком. Чесноком ни капли не пахнет. Надолго хватает. Хорошо мылится. Тоже мои пушистые волосы после него гладкие. Я их даже не узнаю. А пасту вам показывала в самом начале. Остальное вроде... А, вот такая маска. Но это больше кто будет в Тунисе или в онлайн-магазинах, в маркетах найдёт такую маску. Салоэ тоже для моих пушистых, пористых волос. Просто находка. Тоник. Белорусская фирма. Тоже мне понравился. Хорошо освежает лицо. Вот я его весь использовала. Ну и всё, в принципе. Тут остальное всё такое обычное. Вот такая красота. Моя лазанья. Только что достала из духовки. Невероятный аромат. Вот весь соус и сыр расплавился. Появилась такая аппетитная корочка. Поверьте, это очень вкусно.